Вот. Тогда, друзья, еще раз, да, кто не доотключил микрофон, и, пожалуйста, отключите, и мы начинаем, тогда добрый вечер всем, рады вас видеть и представлюсь сначала я, меня зовут Юлия Гусева, я, меня называют нескучным бизнес-тренером, автор мотивационных книг, наставник по личностному росту для подростков и молодежи. И, конечно же, я помогаю родителям помочь в отношениях со своим подростком, то есть вот такую вот на себя взяла миссию в этом мире. И, Хасай, вам слово представится, вдруг кто-то не знает еще такого великого человека, как я сказала, человека-легенду, это действительно так, по-другому не бывает. Ну, конечно, доживешь до 70 лет, тоже станешь легендой, конечно. Тело возраста. Когда возраст у людей увеличивается, достижения, естественно, прибавляются, если люди занимаются своим делом. Потому что, когда человек занимается своим делом, оно для него синхронно его мотивом, состоянием, помыслом, и тогда он делает это дело с большей отдачей. А когда он вынужден заниматься не своим делом, у него происходит внутренний конфликт. И вот этот внутренний конфликт не позволяет ему быть максимально эффективным. Добро, спасибо тебе большое. И разрушает его нервную систему. И вся беда в том, вся беда в том, что люди часто игнорируют любимые дела, потому что они не всегда приносят им доход. Или кто-то заставляет не заниматься любимым делом. Ну, говорит, например, да кому это нужно? Вот ты вот займись этим. То есть дискретирует дело, которым он занимается. И он этим не занимается. И очень много людей, которые не только не занимаются любимым делом, но еще и перестают мечтать. А это разрушительным образом влияет на здоровье, на организм. Потому что человек, даже если это не избыточно, для здоровья хотя бы должен мечтать. Вот ложишься спать и мечтай сколько хочешь. Сколько у меня людей выздоровело после того, как они позволили себе мечтать. Потому что они сначала думали, что мечты должны быть обязательно такие, которые рациональны, которые исполняются. Зачем я, говорит, буду мечтать то, что не исполнится. Оказывается, надо мечтать, зная, зная, что это механизм здоровья. Это механизм саморегуляции. Поэтому, кто позволяет себе мечтать, кто позволяет себе заниматься любимым делом, открываю секрет. Любимых дел должно быть много. Потому что нас переучили, нам говорили сосредоточься, не разбрасывайся. А на самом деле раньше у нас кружки были. И мы ходили на разные кружки сразу, одновременно. Я, например, на горне играл. Я одновременно радиолюбительством занимался. Я одновременно ходил на кружек фехтования. И заходили. Я тоже фехтованием 9 лет. Вот. Фехтовальщик со стажем. Мы, кстати, породним сейчас, потому что я занимался подготовкой фехтовальщиков. Мой друг Владимир Назлымов, чемпион Олимпийских игр. Он меня пригласил в 75-м году в ЦСКА по фехтованию. Я обучал команду фехтования. А потом он меня пригласил в Ленинград. Мы поехали в Ленинград на чемпионат мира. И там я готовил нашу фехтовальную группу, чтобы они меньше уставали и чтобы быстрее входили в тренировочный процесс. Да, да. И Кровоповского обучал тоже чемпиона мира, который был Ленинградский чемпион, завелитейший. Да, и они были моими друзьями. Это 75-й год. Я обучал фехтовальщиков, поэтому я разбираюсь немножко в фехтовании. Я обучал чемпионов мира. Я обучал методу крючки. Я обучал. Ну да, вот смотрите. И боксеров. Фехтование. Вот смотрите, да. Вот то можно, да, как быстро можно, например, настроить человека. Вот если возьмем фехтование, там есть небольшое расстояние между промежуток, между боем, и ты реально устаешь. У тебя нет сил. И как вот восполнить силы, чтобы двинуться дальше? То же самое есть и в бизнесе порой. Вот ты делаешь, делаешь. И вот как вы уже сказали, нет отдачи, и ты теряешь вот именно вот этот вот интерес, теряется мотивация, и ты готов бросить. Ведь вот мне кажется, из всех присутствующих, каждый сталкивался и с этим состоянием, когда уже все кажется. Ну, есть какой-то вот такой метод, как можно себя настроить, вернуть себя в это русло? Этим мы и занимаемся. Поэтому наша школа называется «Человек будущего». Почему так называется? Потому что сегодняшняя школа, во всем мире сегодняшняя школа, она занимается не развитием, не развитием творческих качеств человека, чтобы человек мог применять свои творческие качества в условиях неопределенности. Она готовит человека к определенным условиям обучения на основе повторения, обучения, мать учения, повторения. То есть он повторяет что-то до тех пор, пока не превратится в навык, пока он не сможет то же самое делать на автомате. Ну, например, буква писать, повторение, мать учения. А вот попадет он в ситуацию неопределенности, которая сегодня. Неопределенности. И вот он не знает, как себя вести. Вот сколько людей растерялось. Потому что шаблонное мышление, которое у них формировалось всю жизнь, не работают в неопределенности. Вот сказали ковиды, сказали колодцы, и все пошли колодцы. Вот сказали, сейчас скажут всем, прыгать надо вверх. Чем выше три прыгнешь, тем более здоровы. Все начнут прыгать, я вас уверяю. Я вас уверяю. А так и делается. Посмотрите, появляются тренеры в интернете, которые говорят, если будешь каждый день стоять на голове 10 секунд, ты будешь выздоравливать от всех болезней. И толпа людей ведется на это, пренебрегая тем, что это прессирует позвонок. Что после этого люди становятся инвалидами. Ну, авторитет какой-то сказал, привел пример, расписал какую-то статью, показал там. И вот дети в основном, они же хотят быть смелыми. Они хотят сдавать экзамены легко. Они хотят быстрее учиться. Они не хотят, чтобы постоянно их заставляли это делать и так далее. И вот он читает, я сам читал в интернете. Каждый день стоит 5-7 секунд на голове. И там объяснение, как желудок в этот момент работает, как дыхание в этот момент работает. И показывает, что это царица йоги. А йоги, оказывается, тысячи лет. Ну, как, ну, кто в это теперь не будет верить? Ну, все начинают становиться на голову. Поэтому мы учим людей думать своей головой. А это школа человек будущего, homo futur. Мы учим человека, попадая в неопределенность, чтобы его мозг генерировал со скоростью инстинктивных защитных реакций, идеи новые, адекватные ситуации своим целям, чтобы он мог быть в условиях неожиданной ситуации. Например, чашка упала. Или режет арбуз и палец порезал. Или лампочка взорвалась на глазах. Вот он попал в неопределенную ситуацию, чтобы мозг сразу ему выдал, что надо делать. И эта энергия перенаправилась у него на решение каких-то его собственных вопросов. И потом он их лучше решал. То, чтобы он использовал энергию стресса в собственных интересах. Это люди будущего. И у меня очень много таких людей, людей будущего, которые сегодня люди будущего. Я вам покажу одну книжку. Вот эта книжка. Ее писал не только я. Я поэтому показываю. У меня много книг на разных языках. Ее писал не только я. Ее писали участники нашей школы. Человек будущего хомофутурус. Белые стороны, черные дыры страха. Это как использовать пик напряжения, стресс, энергию этого стресса, как использовать сам страх, как стресс-трамплин, чтобы делать новые достижения. Не зацикливаться там, не трястись от страха и шокироваться, и внушать себе всякие гадости. А наоборот, чтобы мог этот страх, как в Айкидо, перекинуть на решение своих вопросов. И это участники нашей школы пишут свои приемы, свои соображения. Ну и мы сегодня затронули тему лидерства, да, зачем, ну, как бы озвучивали, что сегодня поговорим на эту тему, подростки, родители, зачем необходимо, ну, зачем все-таки есть необходимость человеку становиться лидером? Для чего ему это нужно? Надо понять, что такое лидер. Я вижу Константин Михайлов там. Привет, Костя. Да, давайте. Константин Михайлов у нас создал пояс мечты. Константин Михайлов у нас остающийся изобретатель. Константин Михайлов почетный член нашей школы. Константин Михайлов много чего сделал, если будут вопросы, вы ему зададите. Но Константин Михайлов как раз-таки использует метод саморегуляции ключ. Он и до этого был прекрасный человек. Дело не в том, что ключ или не ключ. Дело в том, что он понял, что ключ оптимизирует многие процессы. Костя, скажи буквально два слова. Для чего ключ тебе нужен лично? Ну, на самом деле, ключ мне помогает постоянно делать изобретения, какие-то идеи новые. Постоянно. Это как такой побочный эффект от метода ключа. Это даже сложно объяснить, но вот я сейчас, Хосай Магомедович, вот сегодня сделал мольберт себе, буду пробовать рисовать. То есть постоянно хочется открывать в себе какие-то новые творчества, пробовать что-то постоянно. Я уже никогда не учился рисовать, никогда. Вот я художник, причем мои картины известны в мире, потому что они у меня на многих выставках были и во многих книгах моих есть. Так что вот, пожалуйста, у нас люди, которые никогда в жизни музыку не писали, начинают музыку писать или начинают, боксом занимается человек, становится чемпионом мира. А у нас, например, человек без рук, без ног, выдающийся чемпионом парашютного спорта. Без рук, без ног. А у нас без рук, без ног парень, чемпион мира по нырянью в воду без акваланга. Чемпион мира. Я сейчас фамилии не называю, потому что это будет целый-целый список. Лучше вы задавайте вопросы, давайте какого-нибудь подростка попросим, который не знает, что такое метод. Впрочем, мы тут же сейчас у вас на глазах покажем ему самые простейшие приемы, которые помогают и снять страх, и обрести уверенность, и укрепить в себя такую, ну, уверенность на какой-то экзамен там у него. Ну, что у него сейчас, проблема какая? Или он плохо спит, чтобы лучше спал? Ну, что он хочет? Пускай задаст нам вопросы. Я могу задать вопрос. Вот, Василий, да, пожалуйста, это со сферы роста у нас. Василий, пожалуйста, давай. Покажите, что мы вас видели, да. К сожалению, у меня сейчас нету камеры, да. Хорошо, давай. Нет, ну вы камеру включите, в принципе? У меня ее нету. У нее нет камеры. Покажите другого, потому что это будет ненаглядно. Нам нужно видеть... А, ну хорошо. Да. Нам нужно видеть человека, чтобы я сразу подсказал, что надо делать. Вы тут же это сделаете, и тут же получите результат. На все это уйдет пять минут ровно. Поэтому добывайте камеру, и если хотите, мы в следующий раз тоже встречу сделаем. Вы будете более готовы с камерами и так далее, потому что наши уроки будут бесценны. Кто у нас еще есть из ребят, например, готов? Ребята, есть подростки? Я могу. Давайте. Давайте, давайте. Включу. Давай, давай. А вам знаете, что еще хочу сказать? Вот, Аника. Аника, здравствуй. Здравствуйте, Аника. Я знаете, что хочу сказать? Сам процесс общения с нами, потому как мы одновременно даем приемы для того, чтобы снимать зажимы, и раскрепощаться, и быть увереннее, свободнее выступать, сам процесс встречи с нами, он развивает способность быть уверенной. Потом ты будешь уверенна выступать, петь, танцевать, заниматься любимым делом, увереннее. У тебя уверенность будет расти. Сам процесс, вот сейчас ты увидишь. Смотри, какие у тебя, если это не секрет, какие мечты, и какие у тебя барьеры, то есть что у тебя не получается? Я сейчас тебе дам совет, так, чтобы быстро получалось. Ну, я хотела бы когда-нибудь открыть свой бизнес, ну, в России. У меня, как бы, проблема такая, что у меня русский не очень хороший, того, что я переехала в Голландию год назад, и я там жила, и не учила русский язык вообще в жизни. И, как бы, не знаю, еще выступать иногда, как бы, страшно, потому что я боюсь делать ошибки. Что еще? Скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, а ты сейчас занимаешься его освоением этого языка, или ты занимаешься... или ты самостоятельно осваиваешься? Какие? Ну, 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 звук выключите, кто не участвует... Кто-нибудь выключите, ребят, выключите, пожалуйста, звук. Администратор, пожалуйста, выключите звук. Кто сейчас не находится со мной в разговоре, пока микрофон свой выключите. Пока. Включайте только... Наталья, отключите, пожалуйста, микрофоны. Угу. Спасибо. Радика, давайте дальше, поехали. У меня есть репетитор, мы занимаемся по русскому языку очень часто, там, пару раз в неделю. Понятно. Понятно. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, когда вы будете уже, с освоенным языком, сколько вам нужно времени? Месяц, неделя, один день или год? Ваше, ваше чувство какое? Вот, сколько вам потребуется времени, чтобы вы могли свободно общаться на русском языке? Наверное, еще год. Год. Очень хорошо, запомните, пожалуйста. Угу. Да. А теперь, пожалуйста, встаньте на секундочку. А? Да. Чуть-чуть отойдите, чтобы мы вас хорошо видели, потому что на вас смотрят все, для того, чтобы вы были немножко, волновались немножко, чтобы немножко были в напряжении. Мы обучаем людей, не обязательно в спокойных условиях, а наоборот, в условиях напряжения. Вот скажите мне, пожалуйста, вот это 10, а это 0. Это 10, это сильное волнение, это хаос, страх, боль, например. Это дискомфорт. А это полный комфорт. Это такое состояние, когда бывает между сном и бодрствованием, или это такое состояние, когда лежишь на пляже, смотришь, как облака плывут, или музыку слушаешь, это вот 0. Это такое состояние. А это 10, это хаос. А это 0, это такая благодать, это такая безмятежность. Вот сейчас, здесь и сейчас, в данную секунду, ты где? Это 10, это вот здесь 10 делений. 10 делений. Это вот так. Ну, это где-то восьмерка, да? Ну, да. Да, а теперь сделай следующее. Потрясись. Вот ты можешь потрястись изо всех сил? Ну, вот так, как будто ты наконец трясешься. Вот, 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 вот. Потрясись, потрясись. А теперь добавь, добавь туда такое движение, называется хлёст руками по спине. Свободно, как плети, плети. Бросай руки свободно. Свободно бросай. Я обещал 5 минут. Сейчас посмотрите, что за 5 минут произойдет. Так. Так. А теперь лыжник. Упражнение. Вот так руки вниз и пятки вверх. Да. Или, или руки вверх, пятки вверх. Подбирай то, что тебе больше нравится. Молодец. Или делай вот так, шалтай-болтай, как все дети делают. Ты когда была маленькая, ты так всегда делала. Помнишь, нет? Да, помню. Маленький, я так тоже делал. Что такое метод ключ? Метод ключ – это осознанное исполнение инстинктивных действий, которые человек и сам всегда делает. Но в данном случае делает их осознанно, осознанно, в виде упражнений. И вдруг он обретает новые возможности, потому что, оказывается, то, что он и сам делал инстинктивно, если делать в виде упражнений, расширяет сознание сразу, появляется уверенность в себе, снимается стресс. Ну, теперь, пожалуйста, садись. Так. И теперь раскачивается из стороны в сторону. Вот так приятно раскачивается, как бывает, когда люди сидят, вечеряют, песню поют. Да, это называется волна. Упражнение волна. Качаешься вперед-назад, вверх-вниз, как будто на лодке плывешь. Знаешь, вверх-вниз, вправо-влево. Подбираешь себе то действие, которое тебе наиболее приятно. Идешь по ходу наибольшей приятности. Запомните, ключ отличается от любой физкультуры только тем, вот у нас учебник физкультуры для 10-11 классов профессора Матвеева. И здесь есть метод-ключ. И там сказано, подбирайте себе упражнения, которые вам соответствуют, которые вы можете делать легко, свободно, без усилия, и хочется их продолжать. Теперь скажи, пожалуйста, какое из сделанных упражнений? Хлёст, потрястись, шалтай-болтай, лыжник и волна. Вот из них, например, из них. Ещё миллион есть упражнений, миллион упражнений. Волейбольные, дирижирование, плавательные, фехтовальные, бокс. Миллион. Какое из них тебе легче всего и приятнее всего? Продолжать. Вот три критерия. Легко, приятно и хочется продолжать. Выбирай. Который, шалтай-болтай. Шалтай-болтай. Встань, пожалуйста. Что? Сделай его ещё раз. Друзья, смотрите, сейчас произойдёт научное чудо. Она выбрала себе действие. Вот это принцип подбора путём перебора из миллиона различных возможностей. Вот этот принцип подбора путём перебора и есть ключевой принцип. Дополнительный к принципу обучения на основе повторения. Обучение на основе повторения старый классический принцип, когда надо закрепить знания, навык, умения. А этот принцип, чтобы снять лишний стресс, снять зажимы и создать что-то новое, это для творчества, чтобы снять зажимы, выйти на состояние безмятежности, и там, если у тебя какие-то вопросы есть, ты начинаешь о них думать, и ты начинаешь о них думать уже творчески, уже тебе не мешает страх комплексы и авторитеты, уже не мешают. Ну, а теперь же рассказывай нам, вот этот у нас градусник напряжения, мы измеряли, у тебя было восемь, сколько сейчас, и как ты себя чувствуешь? Браво! Так, пять минут уложились, садись, пожалуйста. А теперь я покажу специальный прием. Положи ручки как будто на воду. То есть у нас есть повторяемые движения в методе ключ по критерию максимальной легкости, простоты, и хочется продолжить. Это повторяемые движения. И идеорефлекторные движения. Положи ручки как будто на воду. Да. Надо как-то так, чтобы мы тебя видели целиком. Ну, давай, стой, я попробую. Положи руки как бы на воду, чтобы плечи не напрягались. Ну, поверни их вот так вот, чтобы легче было. Поверни. Вот так поверни, вот так вот, друг к другу. Ну да, вот так вот. Чуть-чуть ниже, держи. Да. И воображай. Вот это называется идеорефлекторный прием. Воображай, что они притягиваются как магниты. Это идея, идея, и автоматическое действие это рефлекс. рефлекс движения в ответ на идею идеорефлекторные приемы или идеомотор. Вот они пошли. Это не механическое движение, когда мы всеми мышцами работаем. Здесь работают только те мышцы, которые нужны для данной задачи. Они идут на автомате. Рассказывай, что ты чувствуешь. Они притягиваются друг к другу. А теперь, когда они притягиваются, представь, что они идут в разные стороны. Они пойдут в разные стороны. Теперь они тебя слушаются. Теперь будет происходить так, как ты хочешь. Да. Чувствуешь, да? Да. А теперь их опусти немножко и представь, что они взлетают наверх, как крылья. О, пошли. Вот это, вот это. Полет. Упражнение «Полет» центральное упражнение метода «Ключ», потому что сейчас она будет испытывать необычайное чувство счастья. Это упражнение «Полет» у нас на книге. Символ, видите? Ручки летают. Вот они. Так. Ты опусти и снова попробуй, пусть летают. Повтори несколько раз. Вот здесь повторение. Мать-учение. Когда мы достигли какого-то уже момента, чтобы его закрепить, надо повторить. Вот здесь повторение. Мать-учение. Таким образом, когда мы соединяем классический принцип повторения. Мать-учение с новым принципом подбора путем перебора, мы находим то действие лично для себя, которое снимает все зажимы и выводит нас на простор творчества и помогает нам быть уверенными в любом деле. В любом деле. Давай, давай, а делай то, что телу хочется. Да-да, слушай свое тело и что телу хочется, делай. И вот посмотрите, вот эта книга, она 97-го года. Защита от стресса или как реализовать и сохранить себя в современных условиях. Вот девочка делает это упражнение. Вот она. Видите? Это было 30 лет назад. Видите? Вот у него ручки расходятся, левитация. Так, молодец. И теперь расскажи нам, что ты чувствуешь. Чувствую радость и стресса вообще нет. Ну, молодец. А теперь скажи, как ты думаешь, сколько у тебя сейчас здесь? сейчас? Да. Пусть это. Снизилась. Молодец. А теперь скажи, пожалуйста, садись, садись. Я тебе задам главный вопрос. Главный вопрос. Легко было делать? Да. Приятно было делать? Да. Вот. А теперь скажи, как ты думаешь, сколько тебе нужно времени, если ты будешь каждый раз перед уроком английского, русского или французского, вот ты будешь узким языком заниматься? Одну-две минуты делать эти упражнения, а потом заниматься языком. Как ты думаешь, сколько теперь тебе надо? Ты сказала, год тебе нужен, да? А теперь как ты думаешь? Подумай. Наверное, месяца между 3 и 5. Да. Ты в 2-3 раза сократишь время достижения своей цели. Молодец. До урока и после урока 2-3 минуты делайте упражнения и все, больше ничего не надо. Хорошо. Спасибо. Да не за что. Будут вопросы, пиши. Так что, мы готовы отвечать на вопросы. Может быть, какие-то вопросы, пожалуйста. Давай. Потому что, с помощью метода ключа можно быстрее обучаться не только языку. можно быстрее делать все, что ты хочешь, достигать своей мечты быстрее можно. Можно научиться меньше уставать, можно научиться быть здоровее, можно научиться легче общаться, можно научиться помириться со своими друзьями или с родителями. Ну, бывают часто проблемы между родителями, бабушками, внуками, внучками. Ну, у всех разные проблемы дома бывают. С помощью этих методик можно наладить отношения. Да. До связи. Тебе понравилось? Да, очень. Очень хорошо. Спасибо тебе, что ты такая смелая, умная девочка. Вышла к нам сюда на занятия. Кто еще хочет? У нас Василий появился с видео. Я откопал камеру, да. Отлично, молодец. Я тебя поздравляю. Давай вопрос. Как твое мнение? Вот ты посмотрел, чем мы занимаемся. Как тебе это подходит, не подходит? В принципе, практика интересная, но со стороны, да, глуповато выглядит. Что именно, что именно глуповато? Сам факт выполнения такого упражнения, я думаю. сам факт упражнения? Да, что... Какого именно? Там же много? Если честно, я еще сам не определился. А ты какие упражнения вообще видел, вообще любые упражнения? Какие тебе нравятся? баскетбольные, фехтовальные, плавательные? Я горнолыжник, я обычно перед тем, как кататься, там, эту растяжку делаю. Еще что ты делаешь? Там, когда разогреваюсь руками, там, помахая ногами. Ну, мы же сейчас тоже махали руками. Да. А что тебе там не понравилось? Нет, мне это упражнение как раз нравится. А какой не нравится? Вот это здорово. А какой не нравится? А я не помню. Я помню, что какой-то не нравится. Ну, установи, сколько у тебя на шкале сейчас, данную секунду? Вот это 10. Тревожность, это страх, это беспокойство, это волнение, это зажим. Это 10. Это хаос мысли, это неуверенность. А это ноль. Это безмятежность, это хорошо, это прекрасно. Вот на серединке, короче, примерно. Очень, очень хорошо, очень хорошо. Становись, пожалуйста. Лыжи. Ты любишь лыжи? Вот. Надо, чтобы ты слышал. Ты слышишь меня? Да, я наушники включу. Вот. Да, ты же, ты же занимаешься лыжами, да? Да. Как ты занимаешься лыжами? Горными лыжами. Я горными лыжами. Да, ну как ты, например, делаешь? Какие движения ты там делаешь? Вот, допустим, у тебя лыжи сейчас, у тебя ботинки, лыжи, и ты сейчас стоишь вот перед тем, как... Да, ну простая разминка, ты. Ну, делай разминку, а потом давай катись на лыжах. Да. Имитируй лыжи. Да, сделай разминку. Когда делаешь разминку, когда делаешь разминку, подключай любые, любые движения, которые тебе нравятся. Одну минуту, делай разминку, делай разминку, а потом ты встанешь на лыжи и покатишься. Давай. Ты покатишься на мнимых лыжах. Ты покатишься, ты будешь делать те движения, как будто ты на лыжах. Лыж нет, а ты будешь играть эту роль. Это есть имитация деятельности, это и есть такое специальное упражнение. Так, теперь как будто ты встань, как будто на лыжи. Такое прорабатывали подобное. Да, 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 да. Сначала надень лыжи на ноги. Да, как ты их надеваешь? Друзья, смотрите все внимательно. Это называется играй в свою игру. Играй в свою игру, имитируйте действия, которые тебе нравятся, которые тебе доставляли удовольствие. Нет, 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 это не нужно. Без ничего, без ничего. Сейчас же снега нету, лыж нету, ничего нету. Ты имитируйте действия, как будто бы это есть, как будто бы есть, как будто ты вот ботинки надеваешь там, зашнуровываешься там, вот, вставляешь ноги, да, да, подходишь там куда надо, и давай поехал. Поехал, 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 прямо наклон корпуса такой, как нужен. Все, все имитируй, так как в кино ты делаешь. Вот, 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 делай все как делаешь. Молодец. Ты правильно делаешь. Именно так, как нужно. Давай. Именно так, как нужно. Это называется, играй в свою игру. Да, да, молодец, молодец. Смотри, как красиво делает, а. Давай, именно имитируй, так, как у тебя. Кстати, говорят. 8 лет не прошли даром. Не слышу. 8 лет не прошли даром. Да, да, не прошли. Между прочим, ты хороший актер. Давай, давай. Я не в этом. У него талант определен. Давай, давай. Поэтому, чем больше дел красивых, любимых, тем лучше. Можешь одновременно и лыжником быть, и актером быть. Еще сейчас откроем твои таланты. Я рукодел. А? Я рукоделки. Не слышу. Поделки всякие делаю. Отлично, сейчас расскажешь. Так, делай, делай. Вот теперь, пожалуйста, еще раз. Стань, сделай хлест, делай вот шалтай-болтай. Делай любые движения, которые нравятся. Любые. Вот теперь ты будешь такой раскрепощенный, такой раскрепощенный, как будто груз упал с плеч. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Да, пять минут проходит наши. Теперь скажи, пожалуйста, держи руки вот так, сделаем идеомоторные тоже. Идеомоторные сделаем. Да. И воображаешь, что они притягиваются, как магниты. Ты же помнишь, в школе такие большие магниты были? Вот они пошли, пускай идут. Да, и когда тело начнет качаться, пускай качаются. Вот оно притягивается. Молодец. А смотрите, лицо Будды, улыбка Будды, мышцы расслабились. Смотрите. Вот же, картинка Будды, помните, о чем он говорил? Да, да, да. Он же говорил о безмятежности, он же говорил о том, что страха нету. Вот когда страха нету, вот это вот состояние. Это же есть нирвана. А в Европе называется релаксация. А у нас называется нулевое состояние. Безмятежность. Вот. Молодой Будда. А теперь представь, как они расходятся. Потом садись. Смотрите, лицо какое. О, потрясающее. Светится, светится. Садись, пожалуйста. И рассказывай теперь, на каком сейчас ты градусе делений, на шкале стресса, на градуснике напряжения. Градусник напряжения, шкала стресса называется. О, снизилось. Молодец. Пять минут мы уложились. Теперь расскажи свое состояние. Что ты испытываешь? Сейчас. Удовлетворение. Чувствую удовлетворение, что немножко поактивничал, разгрузил голову. Разгрузил. Вот запомните, пожалуйста, он сказал фразу, которая правильно формулирует. И вот это вот упражнение с магнитами, очень такое. Интересное. Да, мне оно понравилось. Он употребил очень правильное слово. Разгрузил. То есть, по существу, метод ключ, это метод разгрузки и перенаправления энергии, страха, стресса, напряжения на любую решаемую задачу. Вот сейчас, если он захочет, он легче будет делать дело, которое хочет делать. Потому что голова стала безмятежная, свободная стала. Вот у каратистов, например, большим таким достижением является вступать в бой с пустотой в голове. Пустота в голове. Вот он в бой вступает, и тело само подсказывает ему движение. Реакции быстрые, моментальные, сами происходят. То есть, он не мешает страхам своим действиям. И они идут со скоростью инстинктивных реакций и тренированности навыков. И он себе сам не мешает. Голова свободная. Вот такое свободное состояние получается с помощью разгрузки, с помощью ключа. Ну, еще опиши тем, которые никогда не пробовали. Там есть еще у нас подростки? Пусть они выходят, кто хочет. Расскажи. Нет, у меня еще вот был вопрос. В начале вы говорили про мечтание перед сном. Да. У меня есть просто небольшая проблема в том, что я иногда настолько погружаюсь, что не замечаю, как иногда до двух часов ночи мечтаю. Меня это иногда раздражает, потому что я не высыпаюсь из-за этого. Это очень интересный момент. Ты мечтаешь. Да, иногда я днем могу весь день так бродить, что-то себе под нос бурчать. То есть мне это нравится, но это занимает много времени. Это разгрузка. Это разгрузка. Ну, конечно, ты ходишь и бродишь. Ты делаешь ритмичные повторяемые движения какие-то. В это время думаешь о своем и при этом выпускаешь пар, как говорится, тем, что ты бурчишь. Но это не так часто происходит, и, да, скорее всего, ты рышь. Молодец. У тебя инстинктивный, у тебя большой талант, я тебе сразу говорю, потому что ты инстинктивно позволяешь себе делать то, что природа твоя тебя просит. Прогуливаться туда-сюда. Поэтому, когда человек нервничает, он ходит туда-сюда по комнате, он качает ногой, постукивает пальцами, он делает повторяемые движения, а ты вот так прогуливаешься туда-сюда. Правильно ты делаешь? А если ты сейчас добавишь вот это вот повторяемое движение или любые другие лыжные свои... Оно присутствует в рождении. То есть я иду и вот так вот камень... Правильно, правильно. Это естественно. Это естественно. Ты делаешь все очень правильно. Поэтому я тебе сказал, ты талант. Ты слышишь свою природу. Просто нам надо сказать всем подросткам, чтобы они научились слышать свою природу. Возможно, поэтому в колледже я куда-то спокойнее остальных. Возможно, что громче скажу. Возможно, из-за этого в колледже я куда-то спокойнее остальных. Ну, правильно. Потому что ты имеешь выход разгрузки, конечно. Потому что кто не разгружается, у него напряжение все время растет. Вот на этом граде. Напряжение высокое. И ему надо потом как-то разгрузиться. И у него бывает такое, что он спать не может. У него бывает, что он кричит. У него бывает, что у него стресс, страхи зацикливаются. У него бывает такое, что он зажатый. Потому что напряжение высокое. Он никак его не спустит. Добрый вечер. Хазай Богомедович. Да, да, я слушаю. Это Борис. Да, Борис, приветствую. Как дела? Я обратил внимание, что Василий держит в руках безделушку и все время крутит ее. А, это? Большие повторяемые движения снимают напряжение, да? А у меня просто таких моря, я эти мозаики собираю. Вот у меня на столе валялось. Ты сам делаешь их, да? Да. Вот у меня все полки ими расставлены. Ну, покажи, покажи нам, похвалишь. Вот одна, допустим. Ну, симпатичная. Да, да. Так, еще из таких. Вот. Потом. Я тоже похвастаюсь. У вас такие немаленькие, да, что делаешь? Молодец, прям большие. Да, я Джотера сейчас не могу достать, он слишком огромный. В принципе, вот еще. Это что? Это что? Это персонажи из видеоигр, в принципе. Это мозаика. То есть это... Это мозаика, я понял. Ну, персонаж какой? Это из компьютерной игры Лопата-рыцарь, да. Понятно. Ну, это вот у него рога такие, да? Да, это рога. А вот у меня по футболу, смотри какой. Видишь колеса? Я вижу велосипед, да. Да, это ангел-велосипедист. У него там крылочки. Да, и колеса, которые крутятся, да. Слушай, ну ты молодец. Потом вот еще рядом, вот. То есть это пока что единственное трехмерное, что я делал. Вот целый кубик. Да. Все остальные плоские. Понятно. У меня на него неделя ушла. Неделя делала. Понятно. А из чего ты это делаешь? Пенопластик? Это... Не-не-не, это вот такие вот пластиковые кружочки. Но тут не видно, наверное. Видно. Они такие мелкие-мелкие. Там может 3-5 миллиметров. Да, 5 миллиметров. 5 миллиметров. Есть 3 миллиметра, но они слишком мелкие для меня. Ага. И из таких есть специальные платформочки разных форм. Вот. То есть на них штырьки. И собственно вот эти вот... и мозаику расставляется. Расставляется так, да. Можно распечатать шаблоны, можно с компьютера делать. Я обычно их сам рисую в приложении на компьютере, в программе на компьютере и делаю. Понятно. Либо же из интернета беру, если что-то из игры, допустим. А скажи мне, тебе интересно, когда ты копируешь что-то, допустим, какое-то изображение делаешь? Или когда сам сочиняешь? Наверное, если я что-то дорабатываю сам. Потому что иногда бывает палитра не та или что-то вот такого плана. Мне хочется как-то доработать это. А иногда, да, полностью сам. Ну, будем дружить, будем обладываться достижениями. Боря, скажи, пожалуйста, что ты хотел сказать? О, это тоже очень масштабно. У меня вопрос. Да, я как раз хотел сказать, что этот насилие постоянно что-то в руках держит. И вот эти повторяющиеся движения все время заходит к себе напряжение. И он должен обратить на это внимание. У него манипулятивные движения руками. Да, да. Мы сейчас скажем. Дело в том, что Василий как раз и занимается тем же сбрасывать напряжение. Поэтому инстинктивно все время делает повторяемые движения какие-то руками. Этуш, например, Этуш, великий актер, помнишь, да, вот фильм, фильм, Боренька, как звали этот фильм, как назывался, где Этуш играл? Там она была чемпионка, комсомолка, как... Кавказская пленница. Кавказская пленница. Этуш, который был директором Щукинского училища для актеров. Он говорил, я когда нервничаю, я, говорит, сижу по столу, стучу вот так рукой и успокаиваюсь, и успокаиваюсь. Потому что повторяемые движения снимают напряжение. Очень многие люди вертят в руки какие-то предметы, чешут голову, жуют жвачку, качают ногой, ходят туда-сюда по конкуренте. Плюс это формула такая. Борис Каневский, он специалист по ключу тоже, это наш почетный участник нашей школы Человек Будущего. Он сразу увидел, что ты делаешь повторяемые движения и сказал, что они снимают напряжение. Обычно. Да, это мне просто помогает вас внимательно слушать и не отвлекаться на то, что у меня сейчас на столе. Правильно. Хочешь, я тебе одновременно скажу? Да. Мои движения. Короче говоря, она собиралась лететь в Нью-Йорк 10 часов. Она ужасно боится самолетов. Ужасно боится самолетов. У нас стоит в аэропорту и смотрят два иудея, стоят, читают Тору и головы качают вот так вот. Почему они головы качают? Потому что, когда они сосветачивают... У кого-то микрофоны включены, выключите, пожалуйста. Когда они головой качают, им легче сосредоточиться, потому что они по ходу сосветачивания снимают лишнее напряжение. Так. Эта тетя засмотрелась, а ей лететь 10 часов. И она невольно покачила... Начала мотать головой. И потом она через некоторое время, когда была у меня в гостях, рассказала этот случай и говорит, слушай, я летела в самолете, который я боюсь, как ад. Я летела, говорит, 10 часов, как в раю. Объясни мне, почему это произошло? Я говорю, потому что ты стояла, качала внутри себя головой, глядя на них, которые качали головой, и прокачала свое будущее переживание перед самолетом через антистрессовое действие повторяемых движений. И она поняла, теперь она все время этим пользуется. Она говорит, когда у меня выступление публичное, доклад какой-то, я представляю себе это выступление и делаю какое-то повторяемое движение. И потом иду на доклад уверенно. Вот так. Что значит повторяемые движения? И идеорефлекторные, и идеомоторные движения тоже снимают напряжение. У меня всегда в пенале, вот, у меня всегда в колледже вот эта вот штучка, она мягенькая, и постоянно... И ты ее все время трогаешь. Это... Правильно. Теперь все понимают, почему мы это делаем. Да. Друзья, кто... У нас в чате есть сообщение, пишут, перед тем, как делать эту методику, всегда нужно вспоминать стрессовую ситуацию, да или нет? Нет, 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 зачем? Это речь идет о том, что мы невольно всегда снимаем стресс с повторяемым движением, невольным, или ногой качаем, или ходим туда, стопокомнате, или бубним себе что-то, или мы занимаемся спортом. Мы всегда чем-то заняты, чтобы снять стресс. Кто этого не делает, пьет лекарство или водку. У меня лично вопрос. Водка очень горькая. Вы сказали, лучше мечтать. Да, конечно. А вот вы сказали, лучше мечтать, а вот мечтать и фантазировать. Это одно и то же, или это разное? Как вы... Вот ваше мнение. Мечтать и фантазировать одно и то же, или все-таки это разные вещи? Когда мы мечтаем, мы мечтаем, мы фантазируем и желаем. Мечтание – это фантазирование. О желаемом. Мы все, и мальчики, и девочки, хотим или не хотим, мы всегда мечтаем о любви. Ожидание любви – это так же замечательно, как и сама любовь. Как, кстати говоря, и освобождение от любви. О, свобода. Наконец-то. Потому что, когда ты влюблен, очень много глупостей делаешь. Поэтому надо иметь какую-то интуицию, опыт. И для этого нужно, когда ты дома играешь сам в свою игру, ты раскрепощаешься, освобождаешься от страхов и шаблонов. И девочка, если делает дома то же самое у себя, и потом, когда вы встречаетесь и общаетесь, вы не боитесь друг друга, и вы не играете чужую роль. Вы естественные, вы свободные, вы уверенные, и вы видны друг другу такими, какими вы есть. И вы друг друга не обманываете. И поэтому, если у вас дружба получилась, она уже прочная. Вот я сегодня как раз в школьные годы я была тоже от предового школьника до председателя городского комитета комсомола города доросла самое наивысшее, что можно было в детские мечтания, какие могли были быть. И вот сейчас просто вот это вот сказали, представляете, что вы делаете. Я поняла тогда, когда мне нужно было выступать на сцене, я заранее со своей речью приходила в этот зал, прям проходила, молодец, вы проигрывали эту ситуацию. Да, я полностью все это, то есть там попрыгав, меня никто не учил этому. Я выходила, на меня в зале громко рассказывала, помню, зашли там заучи, Юля, ты не перегрелась, я говорю, вот мне легче, я вот сейчас все пройду, я представляю, что вы здесь стоите рядом со мной, что я должна с вами взаимодействовать, и я проигрывала эти все ситуации, теперь я понимаю, что я просто... Я хочу, чтобы вы все обратили внимание на то, что Юля рассказывает, и все это поняли и запомнили, и взяли в свою жизнь как инструмент. Если вам что-то предстоит, несколько дней до этого вы проиграете эту ситуацию, да, и вы увидите, как уверенно вы будете в той ситуации. Так что, оказывается, это я делала вот интуитивно. Да, конечно, да. А вы сделали интуитивно. Поэтому вы лидер, вы лидер мнений, потому что вы инстинктивно чувствуете и доверяете своей природе. Да, и доверяя своему инстинкту, вот как вот волки, как тигры доверяют, то есть я стараюсь прям, если есть что-то внутри, я прям говорю себе стоп, меня начинают, если там, а давай, 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 я такая, стоп, прям всегда говорю себе, и прям вовнутрь себя, так, Юля, что, что вот, ну, 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 и то, что я вот слышу в ответ, я обычно, ну, как бы говорю, так, вот, вот есть вот это, вот это, по-другому я не буду. И обычно это вот все срабатывает, и мне говорят, Юля, как? Я такая, ну, наверное, вот эти вот школьные практики, всю сознательную мою жизнь, вот эта вот осознанность, и вот, и еще приведу пример своих школьных лет, как я училась говорить громко и четко, опять на интуициях, за моим домом недалеко была гора, и там автомобильная трасса, я за гаражами, чтобы вот этот страх публичных выступлений, во-первых, было страшно, что вдруг кто-то из мужиков выйдет из гаражей, я проходила их, вот эти все гаражи, выходила на вот эту сопку большую, и всю ту же речь, которую мне нужно было говорить, я старалась так, чтобы я эхом могла услышать себя, перекричав вот эту трассу, и однажды вышел мужчина и сказал, говорит, что орем, мне было, вот этот, когда он мне произнес, вот этот весь страх, который у меня был, я почему-то его прожила, и после этого я перестала бояться публичных выступлений, говорю, дяденька, говорю, у меня послезавтра выступление, мне нужно речь свою репетировать, он мне сказал, слушай, говорит, сейчас кто-нибудь, давай, говорит, я тебя покараулью, говорю, давайте, и я продолжила, вот эту речь свою. А вы знаете, сколько мастеров, величайших мирового уровня, китайские мастера, индийские мастера, которые йогой занимались, цигуном занимались, они всегда говорят, научись слушать себя, а вот как сложно научиться слышать себя. Я говорю, человек нервничает, я говорю, а ты слушаешь, что организм хочет в этот момент, чтобы ты сделал, а он говорит, нет, не слышу, чего он хочет. Я говорю, может тебе хочется ругаться, может тебе хочется орать, может тебе хочется спать, может хочется ногами дергать, ой, не знаю, хочется мне это или нет. Вот он у нас отбивает охоту слышать себя, нас все время заставляют слышать кого-то, авторитет, а надо научиться слышать и себя. Вот наша школа «Человек будущего» обучает человека снимать зажимы, раскрепощаться и выходить на самое себя, и быть поэтому уверенным и счастливым, и быть здоровым, и с людьми общаться. На другом совершенно уровне, более гармоничном. Давайте еще одного человека. Да, я вот ребятам тоже сейчас немножко продолжу, всегда говорю, задавайте правильные вопросы. Во-первых, поймите, какую эмоцию вы испытываете. Я говорю, какую эмоцию, сами себе задайте вопрос, какую эмоцию вы испытываете, и вы уже поймете, откуда нужно плясать. Когда вы послушали, почему она у меня возникла, а может, ну и вот мы начинаем правильные вопросы, и вот ребята у меня, Самоосознание, конечно. Самоосознание, то есть вот своего состояния, и ты, получается, уже можешь понять, может быть, действительно, я не могу делать уроки, потому что я есть хочу. И нужно просто пойти поесть, а может быть, еще объединить и сон, и тогда ты за 30 минут сделаешь гораздо больше и эффективнее, чем ты будешь два часа себя мурыжить. Вот Вася, наверное, не даст узнать, я всегда говорю, ребят, и ты не будешь больше двух часов себя мурыжить, а за 30 минут выполни все, послушав свое тело, и начнешь делать. Или, может быть, тело тебе подскажет, я не хочу делать уроки, потому что мне они не нравятся. Я хочу заниматься химией, а не физикой, ну, к примеру, к примеру. Я задаю всегда, говорю, спросите вопрос, зачем вы это делаете? Сами у себя спросите, зачем я это делаю? Для какой цели? Зачем мне это нужно? Я хочу сказать, я делал английский весь год в колледже и скидывал ребятам. Я понимал, что у меня большая часть неверная, но они все равно, они тоже понимали, но они все равно скидывали, чтобы потом это... Понятно. Не знаю, мне почему-то это казалось забавным. Я вам скинул, что я сделал, но там может быть неправильно, я прямо так говорил. А и подчистую списываю. Ты знаешь, что самое банальное? Потому что в условиях неизвестности человек хватает что-то, как утопающий за соломинку. За соломинку. Поэтому в гипнозе есть способ. В гипнозе есть способ. Я обычно за неделю это отравлял просто. То есть я выполнял обычно почти сразу домашку, а остальные так... А, что же делать? Английский через полчаса. Вот тут ребята задают, не вышли в эфир, но задают вопрос. Когда учишься в школе, очень сложно ответить себе на вопрос, зачем это надо. Как с этим вот справляться? Когда ты понимаешь... Вот эти приемы, которые мы сейчас сделали, они помогают ответить себе на многие вопросы. Потому что мы взяли самые распространенные инстинктивные действия человека, которые он невольно сам делает, когда он нервничает. Он трясется, нервная дрожь у спортсмена, это мандраж. Или нервная дрожь у девочки на экзамене. Поэтому это универсальные вещи, это приемы универсальные. Можно просто, если у тебя есть какой-то вопрос, например, зачем нам это нужно? Хочешь найти ответ на этот вопрос? Потрясись немножко. То есть сделай вот это действие, которое инстинктивные люди делают, когда им трудно. У них вот эта нервная дрожь. Потрясись. Потом сядь и задай себе этот вопрос, зачем это все нужно? И у тебя придет ответ. Потому что ты снимешь страх, снимешь блоки, авторитеты. И твое подсознание тебе подскажет ответ. Отлично. То есть продолжи то, что тебе это говорит внутри тела. То есть присет, значит просто вытрясет. Снимись с себя, да. Вот этого не знала. Ну, в принципе, слушаю всегда. Ну, вот возьму на вооружение тоже. Вот эту фишечку. Кто еще задаст вопрос? Так, можете писать в чат, я буду прочитывать. Если кто готов вживую в эфир, пожалуйста. У кого есть? Так, вот Юлия, смотрю микрофон. Включили микрофон. Говорите, пожалуйста. Или просто. У нас это не последний эфир. 23 августа в общественной палате Российской Федерации у нас состоится мастер-класс «Эффективное лидерство для подростков», где Хасай будет принимать вместе с самой такое же прямое участие, рассказывая ребятам. Поэтому мы проведем еще один эфир на эту тему, такой некий подготовительный. Вот. Ну, и в любом случае, конечно же, так. Чем отличаются чувства от эмоций, пишут? Эмоции короткие бывают. Это наше эмоциональное... Это как отношение к чему-то. А чувства, они бывают более глубокие, более серьезные, более такие стабильные. Эмоции проходящие могут быть. Эмоции, например, да. То есть ты купил сумку новую, ты прям радуешься ей. А на другой день, ну, как бы ты уже день посмотрел, два, а на третий день эмоция проходит. То есть это новые вещи. А чувства, вот правильно, как Хасай сказал, любовь. То есть ты ее ждешь, ждешь, и потом она тебя накрывает, и ты с этими чувствами... Или утрата. Или утрата. Или утрата, да. Вот, смотрите, вот утрата, да, вот человек потерял близкого. Ну, мало ли что бывает. Или мама потеряла ребенка. Но я говорю серьезные вещи, потому что я врач. И вот, значит, потерял друга, утрата у тебя. А ты вот в таком состоянии находишься, никак в себя прийти не можешь. Вот это чувство уже, чувство утраты. И как быть в этом случае? Как и перед самолетом, когда она проработала через повторяемое движение, проработала полет предстоящий, так и прошедший полет можно проработать. И утрату проработать. Например, если мы переживаем о случившемся на фоне повторяемого движения, которое синхронно нашему состоянию, то есть уровню напряжения, когда происходит синхронизация переживания с уровнем напряжения, то напряжение падает, и потом мы об этом переживаем, но с ума уже не сходим. Уже мы относимся к этому спокойнее. Вот у меня, я много-много после терактов выводил людей, детей и взрослых, и в Беслане, и в Каспийске, и в Кизляре, и в Москве. И вот там мать, мать, она говорит, вот я смотрю, как другие, вы им помогли, а я так не могу выйти из этого состояния, у меня дочь погибла. А я, говорит, не могу выйти из этого состояния, потому что это нечестно. Я говорю, что нечестно? Она говорит, ну вот так вот сделать упражнение, переживать, потрястись, или там делать что-то, потрястись. Вот я смотрю, они сели и как-то стали спокойнее, а мне кажется, это нечестно, потому что у меня дочь погибла. Как я могу, какое я право имею быть спокойным? А я тогда ей сказал, у тебя еще дети есть? Она сказала, да, у меня еще мальчик есть. А кто его будет кормить и воспитывать, если ты все время будешь в состоянии стресса? Она говорит, я поняла. И она на следующий день вышла из шока. В чате пишут вопрос, повторите упражнение, полет, пожалуйста. Непонятно, как его делать. Пожалуйста, выходите, прямо вам сейчас покажем. Вопрос Анна задала. Анна, вы можете выйти в эфир? Анна, вот, Анна вышла в эфир. Да, пожалуйста, пожалуйста, держите руки вот так. Вот вы видели, как они держат. Ноги поставьте пошире, потому что вас начнет покачивать, потому что когда человек расслабляется, его всегда вкачает. И мама ребенка, когда хочет успокоить, тоже его качает. Поэтому вообразите себе, что руки притягиваются, как магниты. Только экзамен себе не устраивайте. А воображайте по-честному, что они... А то некоторые люди проверяют, притягивать или нет, и руки останавливаются. А глаза открыты, да? Как вам нравится, как вам нравится, как вам нравится воображать. Вот они пошли. И вот сейчас тело будет покачиваться, как будто вы едете в поезде. И пускай качается, вы не упадете. И всегда, первый раз, когда делаете, всегда надо делать перед диваном, кроватью или стулом, чтобы в случае чего не упасть. И ноги ставить пошире. Это техника безопасности. Первый раз. Иногда люди так начинают раскачиваться. Да. Скажите, пожалуйста, вы когда маленькая были, вы во сне летали? Да. И не маленькая, и взрослая тоже. Я это понял сразу. Вы во сне ходили? Да. Я это понял. А, нет. В смысле, во сне вставала, куда-то шла, наяву. Не знаю. Вы во сне разговаривали? Ну, да. Я вас знаю. Очень хорошо. Я вам могу сказать, что у вас невероятные способности, потому что вы легко входите в транс. И если вы эти способности направите на развитие собственных качеств, вы будете счастливы в жизни. А если вы будете подвергаться каким-то страхам, вы будете болеть, потому что вы очень легко накручиваетесь. Это да. Я поэтому сегодня здесь. Я так легко себе накрутилась сегодня. Ну, потому что человек, который летал во сне, который во сне мог разговаривать или ходить, это потенциальный самнамбул. Из них, получается, очень хорошие актеры. Вот, например, Джек Николсон ходил во сне ночью. Джек Николсон – величайший актер, потому что он нашел применение своим качеством. Поэтому у вас прекрасные качества, но применение должно быть правильное, потому что вы легко накручиваетесь. Вы представляете себе? Запомните, пожалуйста, любой образ, который вас впечатлил, например, вы чего-то испугались, он у вас долго задерживается в голове. Вы не можете от него отвязаться. Для того, чтобы от него отвязаться, используйте вот наши приемы. Хлёст, вот это вот, как мы сюда, да-да-да, делайте, что организму хочется делать. Я вас сейчас научу, у нас еще три минуты есть. Так, давайте, давайте, молодец какая. Делайте, что хочется, вы будете счастливы. Наша школа делает людей счастливыми, потому что она делает что? Она им подсказывает то, что они и сами делают, только инстинктивно. А мы им то же самое, что они и сами делают инстинктивно, подсказываем делать сознательно и не обретают новые возможности. Так. Очень хорошо. Теперь еще раз вот так поделаем. Молодец, молодец. Так. Да, представь, сейчас они быстрее пойдут, потому что ты сняла напряжение. Да. Да. А теперь опусти их, пожалуйста, и представь, что они поднимаются. Вообрази, что ты летаешь, как птица, над морами, над горами. Вот оно. Вот оно, упражнение полет. Да. Повтори два-три раза. Повтори, повтори два-три раза. Ты сейчас почувствуешь ощущение необыкновенное. Вот это состояние внутренней свободы. Я это придумал в Центре подготовки космонавтов, для космонавтов, чтобы они могли моделировать невесомость в земных условиях и быстрее адаптировались в полете. Да, реально. Руки вообще невесомые. Я такого не чувствовала. А теперь вот это состояние, которое у тебя возникло, расскажи. Ну, и ты их не чувствуешь. Они так легко взлетают. Обычно все равно с утяжелением, а тут нет, тут как перш. Невесомость. Теперь садись, пожалуйста. Сейчас ты будешь чувствовать, как вот сейчас Юля говорила, слышать себя. Сейчас ты будешь слышать себя, и ты сейчас услышишь, что тебе надо делать, какие движения или что, для того, чтобы ты была здоровенькая, счастливенькая, добилась своих целей, своих мечтаний. Да, прислушайся к себе, что тебе хочется сейчас сделать. Помечтай. Вот у тебя есть какие-то вопросы там в голове, можешь не говорить. Можешь себе держать. Помечтай просто о том, что ты хочешь достигнуть. Да. И сейчас ты увидишь и поймешь, когда ты раскрепощенная, когда ты ставишь себе какой-то вопрос, как задачу, ты из нирваны переходишь в поток. Поток – это когда вопрос обрастает массой свободных ассоциаций, направлений темы, грустной темы. Сейчас ты почувствуешь, как добиться своих целей. Смотри, какое состояние. Может быть, скажешь, что ты чувствуешь, а потом дальше мечтать. Нет, это такой вопрос для меня душесшипательный. Ну ты можешь нам не говорить. Если хочешь, скажи. Если не хочешь, не говори. Мы все равно поможем тебе решить. Пока я вздыхаю. Ну очень хорошо. Поэтому я тебе рекомендую. переживать об этом вопросе на фоне волны повторяемого движения. И ты заметишь, через пару минут ты начнешь этот вопрос переживать все спокойнее и успокойнее, потому что повторяемые движения снимают напряжение. Делай любые повторяемые движения, которые хочется повторять дальше. И ты выйдешь на состояние безмятежности. И в этом состоянии ты почувствуешь новые силы. И ты поймешь, что ты решишь этот вопрос. Это происходит через слезы, через зевание, через дрожание, через покалывание в теле. Там пойдет комплекс характерных ощущений, которые бывают при разгрузке. Качайся туда-сюда, и ты заметишь через несколько минут так называемый квантовый переход. Но на самом деле по физиологии это триггерный переход. Просто его называют квантовым так, даблизируя. Потому что кванты касаются физики, чтобы больше доверия к психологии было. Психологи говорят, квантовый переход. На самом деле триггерный. Вот-вот пошла реакция. Слезы пойдут, надо плакать. Зевать хочется, надо зевать. Это разгрузка. Дрожать хочется, надо дрожать. Смеяться хочется, надо смеяться. Это комплекс характерного. Вот зевание пошло. О, молодец какая. Так зеваешь, прямо как давно не зевала. Вот тебе домашнее задание. Вот с тобой нужна проработка. То есть я тебе даю домашнее задание, чтобы ты на волнующую, страдательную для себя тему каждый день посвящала делать себе вот эти упражнения, а потом волну. И ты выплачешься, и выдрожишься, и постучишь себя, и покричишься, и выговоришься. И тебя через 3-4 дня мы не узнаем. Ты будешь счастливым человеком, потому что ты сбросишь с себя это напряжение. Ты меня расслышала? Да. Это называется курс проработки. Обычно для этого ходят к психотерапевту. Обычно для этого ходят к психологу. Обычно для этого пьют лекарства. А ты сама с помощью ключевых приемов проработаешь свое страдание по этому алгоритму. Через 3-4 дня ты заметишь. Ну, я тебе могу заранее сказать, что ты заметишь, но ты сама лучше нам потом расскажешь. А мы можем до 25... Да, мы можем до нашей встречи там еще раз. когда у нас встреча? Да. Мы обязательно сообщим дополнительно. Да, у нас 23-го, поэтому накануне где-нибудь там в числах 20-х мы, наверное, там где-то плюс-минус в это время обязательно едем в эфир. встретиться и как раз таки обменяться впечатлениями и те вопросы, которые накопились, на них ответить. Вот, можно я прямо сейчас задам вопрос? Касай, тут Анастасия еще, да, Василия, да, Анастасия хотел какой-то вопрос задать. Давай, Вася. Я хотел задать про рисунки, то есть это как бы считается разгрузкой какой-нибудь? Конечно, конечно. Разгрузка у человека должна быть по-настоящему, творческая, творческая. Просто вы, как художник, еще хотел перед нормальной или там как бы рисунок, в который вы выплеснули очень много негативных эмоций, там, сжечь, разорвать или что-то такого плана? Ну, или в принципе? Я расскажу, еще раз. Что, то есть нормально ли это, допустим, сжигать рисунок, ну, произведение, если вы выплеснули туда огромное количество эмоций? Да, конечно, нормально, нормально. Есть люди, которые рукописи свои сжигали, картины свои сжигали. А вы сжигали? Я никогда не сжигал, я их доделывал. То есть были картины, которые я испортил. Потому что был какой-то момент, ты входишь в такое состояние потока, и ты рисуешь, рисуешь, и уже хватит. Художники говорят, надо уметь ставить точку. А ты продолжаешь рисовать. На следующий день ты приходишь, смотришь на свою картину. Переписал. Да, и я рисую, пока я не исправлю. У меня есть картины, которые я за три дня нарисовал. У меня есть картины, которые я пять лет рисовал. Да? Конечно. У меня есть тоска по испочинной картине. Такая новелла. Ты можешь взять спокойно прозору, набрать Хосе Али в «Тоска по испорченной картине». И там новелла. Как я испортил картину, и как я ее потом исправил. Ну, это очень хорошая новелла. Она мне очень нравится, и многим очень нравится. «Тоска по испорченной картине». Там как раз таки страдания художника. Потому что у многих художников, у многих писателей повторяемые проблемы, «Тоска по испорченной картине». Нашел. Ну, вот ее прочитаешь. Она небольшая. Маленькая, я больше не пишу. Анастасия, что дадим? Анастасия вопрос задать. Очень просилась. Пожалуйста, давайте. Давайте, Анастасия. Да, здравствуйте, Хосай Магомедович. У меня вопрос такой. Я вот сколько себя помню, у меня все время очень гиперактивный мозг. То есть, он постоянно загружает какую-то информацию. Я люблю что-то узнавать, читать, и если в течение дня меня это не напрягает, то когда я засыпаю, получается, что мой мозг продолжает решать какие-то задачки. Он постоянно пишет мне в голове какие-то тексты, он находит решение каких-то сложных задач, которые не решались. То есть, вот в этом состоянии полудремы у меня приходит огромное количество идей. И я раньше пробовала, допустим, просыпаться, пока я еще в полудреме, записывать это, загружать. Но вне зависимости от этого все равно получается, что всю ночь, то есть если я проснулась, например, ночью, я проснулась с какой-то мыслью уже. И утром я просыпаюсь, у меня уже какая-то мысль. И получается, что я не чувствую себя отдохнувшей из-за этого. То есть, мой мозг, как будто бы он постоянно, очень замечательно, он не идеи подкидывает, но правда, к утру я их зачастую забываю. И это вот это состояние, как будто бы тело устает, ему хочется полностью отключиться. Такое бывает, только, знаете, если день был наполнен какими-то еще впечатлениями в путешествиях, тогда вот я могу прям вырубиться полностью, да, и такое вот, как обнуление происходит. А если просто обычный день, и он не обязательно тревожный, он хороший, счастливый, но 80% вот каждодневных всего... Вы просто не высыпаетесь. Ну да, и получается, что он вроде как делает для меня полезное дело, но я по факту постоянно, получается, он думает, даже если мое сознание в этом как-то не участвует. И вот интересно, можно ли что-то сделать для того, чтобы вот эту интеллектуальную деятельность хотя бы как-то сокращать, чтобы... Слушайте, это беречь надо и молиться, что у вас такой талант. Это дарование называется. Просто надо режим дня и ночи немножко отрегулировать. Вам высыпаться надо, вы не высыпаетесь. Ну а если вот я ложусь до 12, то есть оно... Это не имеет значения, до 12 вы легли. Вам утром надо досыпать. Ну вот я могу спать иногда, вот даже там в крайнем случае, когда есть возможность, до 10, да, там до 9 спокойно. И все равно... Я бы сказал, говорю, что вы должны так делать, потому что если вы будете не досыпать, а вставать, вот вы уснули в час, два, встали в шесть, вам не хватает этого сна, потому что вы очень много, очень много творите, вам надо высыпаться. Скажите, пожалуйста, вы первый, второй, третий классы нормально себя чувствовали? Утром, с утра приходили в классы учиться. Вы не ждали перемены, когда наконец можно побегать? Вы знаете, у меня был стресс от того, что меня не повели в первый класс, а сразу во второй, потому что я уже умела все, кроме писания. Я умела читать, считать, и учителя посчитали, что мне будет скучно в первом классе, и получается в шесть лет меня сразу во второй класс. И был большой стресс от того, что я, все дети уже умели писать, а я умела только читать и считать. И мне приходилось быстро это все, ну как бы, дорабатывать с учителем, догонять. И, конечно, как бы, ну для шестилетнего ребенка во втором классе это был, в принципе, стресс. И вот вы спрашивали предыдущую героиню, я как раз таки, я во сне и до сих пор разговариваю, я во сне прыжками летаю, я в детстве часто тоже, ну не лунатила, я в сознании как бы вставала, то есть мой мозг настолько реалистично рисовал какое-то мне кино, что я могла встать, пойти, там, включить чайник. Вам обязательно надо высыпаться? Обязательно. Вы просто себя не узнаете. Вы будете, все равно будете мечтать, творить, создавать, но у вас сразу появится эффективная работоспособность, которая позволит вам реализацией заняться большой. Вы очень потенциальный крупный человек, понимаете, вам надо беречь себя, на мелочи не расходоваться, ну там какие-то дни бывает, когда утром выспаться можно, когда отдохнуть, позволить себе как ребенку делать то, что хочешь плакать, плачь, хочешь ножкой топать, ножкой топать. Пять минут в день хотя бы побыть ребенком, капризным. Почему детям позволено капризничать? потому что они делают то, что максимально энергоэкономным образом они восстанавливаются. Ребенок, если взрослый уже стал и у него тоже какой-то недуг, он должен пять минут побыть ребенком маленьким, перейти на энергоэкономичный режим. Поэтому мужики большие, взрослые, когда температуры заболевают, они начинают капризничать, они начинают как-то жаловаться, они меняются. И близкие люди понимают, что ему можно покапризничать, потому что у него температура. Они инстинктивно понимают. Ну, пускай покапризничает, он придет в себя, а потом опять станет взрослым. Поэтому это надо сделать сознательно. Не ждать, пока ты заболеешь, когда ты вообще ходить не сможешь. А профилактически пять минут побыть ребенком и повысыпаться по возможности. И у вас будет во. А вы вот в какое время рекомендуете ложиться спать, чтобы вот это высыпание происходило? Это исключительно индивидуально. Да, индивидуально. То есть нет такого, что гормоны там в 11 вырабатывают. Никого не слушайте. И вот наблюдайте за собой. За собой понаблюдайте. Да, Анастасия, я тоже соглашусь. Да, только за собой. Я такой же человек, и я научилась контролировать свой мозг, потому что он мне выдавал перлы до такой степени, что он просто, ну как бы я реально ну была просто, ну выжимала из себя до безумия, потому что я очень гиперактивный человек. Я, например, нашла для себя, как я могу засыпать в спокойности. Вот вы не поверите, у меня на телефон установлена математическая игра. и после трудового дня, который был насыщен там книгами, что-то еще, то есть я понимаю, что в 12 у меня, ну как бы я начинаю уставать телом, но не мозгом. Я ложусь в постель, 10 минут математической игры, у меня просто есть место, куда падает телефон, я засыпаю, просто я нашла для себя, то есть что я, ну как бы утро, ушатала его, я сплю, да, я вижу, я утром, и утро я делаю пробуждение в тот момент, когда я готова. Хотя у меня две собаки, которые просят гулять с ними каждое утро. Ну, например, у меня есть такой мелодичный, который в 7 часов мне дает того, чтобы понять, надо бы проснуться, я его гашу, и где-то без 15,8 я поднимаюсь вот в таком настроении, хватаюсь собак и побежала. А у меня дни бешеные, то есть у меня дети, которые вот это подростки, да, то есть и в этом ключе работы постоянно, и фильмы, еще где-то вот это. Я нашла свой режим, а вот как раз вот то, что сказали довести себя до больничной койки, это было мое состояние, когда врачи, в принципе, лет 10 назад мне вообще не гарантировали, что я буду жить. За 10 лет я научилась вообще еще больше управлять собой, восстанавливать свой организм и успокаивать свой мозг, но нашла я свой просто метод. Вот математическая игра на телефоне. И как сказал Хасай, то есть свой режим засыпать и просыпаться. Я засыпаю, просыпаюсь в своем режиме. Это действительно так, по-другому никак нельзя. Его нужно просто найти научиться слышать. свою природу. Да. Ну, то есть вот именно с этой мысленной жвачкой никак специально бороться не нужно, просто давать ей работать и просто высыпать. Да? Ну, конечно. А еще можете что сделать? Прокачать свои мысли на фоне шалтая-болтая перед сном. Ой, это я вообще всегда, вот вы сейчас рассказывали, я всегда так интуитивно, если стою, что-то в телефоне делаю, и я качаюсь. Да, да, да. Это помогает быстрее освободиться от напряжения мысли и быстрее заснуть. Потому что и мама не качает, а мама ребенка качает, и он быстрее засыпает. Потому что у мамы есть секрет. Она подбирает ритм качания синхронно к текущему напряжению ребенка. Когда ребенок там орет, она ее чащит. А я сейчас открою секрет. Я себя иногда укачиваю. То есть я, если я, ну, как бы в стрессовом состоянии, я ложусь спать и сама себя начинаю. Правильно, правильно, правильно. Вот как будто вот как родитель по попе хлопает ребенка, вот я себя вот в таком состоянии и прям... Правильно, да. И просыпаешься. Это просто себя... Тело укачивает, и я себя продолжаю так же качать. Прямо на бочочке легла и... Вот так работает. Да, поэтому кто плохо спит и не может быстро заснуть, он может перед тем, как спать, просто делать шалтай-болтай, думать о своем, лечить все быстрее. Сальвадор... А мне, кстати, еще помогает поглаживание, вот по голове себя гладить, тоже как будто вот мама тебя гладит, ты так тоже заступаешь хорошо, да. Спасибо вам огромное за вашу доброту. Спасибо. Есть еще ключевое дыхание, одна минутная. Это думаешь, о чем думается, ходишь или сидишь, не имеет значения. Дышишь, как дышится, думаешь, о чем думается, но одну минуту прислушивайся, теплее у тебя вдох или выдох. И все. И не важно, что теплее. А вот сама тенденция прислушиваться вдох, теплее или выдох одну минуту, но при этом думая, о чем думается. То есть это не значит, надо об этом не думать, а думать только об этом, нет. Не надо все соотачиваться. Спокойно, легко, прислушивайся время от времени одну минуту, вдох теплее или выдох. И не заметишь, как уснешь. Спасибо вам огромное. Спасибо. Пожалуйста. Ну что? Вот на такой замечательной ноте будем заканчивать, наверное. Спасибо вам. Спасибо вам за организацию этой встречи. Я очень, очень доволен. Я вижу, что у вас команда прекрасная. И у нас команда прекрасная. Так что две команды наши будем дружить. Друзья, если вы хотите что-то сказать, участники нашей школы, пожалуйста, задайте вопрос или скажите что-нибудь. которые с нашей стороны. Можно я скажу? Самый Геннадьевич. Давай. Я хотел привести пример, как с помощью метода можно снимать блоки, барьеры и потом в конце происходит изобретение. Вот на своем примере сегодня, почему я решил сегодня картину нарисовать. Сегодня мне вот такая идея пришла нарисовать картину. Хочу. еще. Сначала первые мысли блоки не умеешь. Но так как я уже методом ключом занимался, мне подсознательно сразу нарисую краски, поехал и купил краски. Сделал за полтора часа Марберт, а потом смотрите, не на чем рисовать. Купить негде. И мне подсознание в мастерской прямо взгляд падает. Можно же нарисовать просто на фанере. И сейчас пока встреча шла, я камеру выключил и начал рисовать. И смотрите, что интересно придумал. На фанере есть же вот эти годовые кольца от деревьев. У меня было что рисовать. Я не знаю, что рисовать. А потом буду разрисовывать эти годовые кольца, а потом в конце что-то из этого получится. То есть получается все блоки страхи снялись, а в конце получается еще изобретение. То есть если бы я бы послушал свои блоки страхи, ну кто рисует на фанере? Никто. А я так художник хочу и буду рисовать на фанере. Какая мне разница? Главное же, чтобы получился результат и было красиво. Понятно, понятно. Спасибо. Маленькие дети рисуют на обоих, когда им очень хочется, и поэтому на обоих, на дверях где угодно. То есть было бы желание. Вот поэтому мы должны наших педагогов учить, психологов учить, врачей, психотерапевтов учить методу ключ, чтобы они превращали своих пациентов в сотрудников для себя, в целях их собственного выздоровления, в целях их собственного обучения. Не диктаторами быть по отношению к ним, а в сотрудничество брать и вместе двигаться к цели. И тогда получается то, ради чего люди создавали революции, освобождали себе личное время. Маркс писал вот эти все революции, если смотреть. Мне одна завкафедра марксизма-леденизма профессор сказала, когда она сделала эти упражнения, она вышла на состояние безмятежности, она мне сказала, вот о чем говорил Маркс. Я говорю, о чем? О личном времени. То есть, я, говорит, получила в этот момент личное время подумать, о чем я сама хочу, а не быть все время задействованной в какое-то бытовщение. Вот о чем говорили, Маркс о чем говорил, о высвобождении от подневольного труда, для чего? Для личного времени, чтобы человек был хомо сапиенс, человек разумный, а не только исполняющий. Творцом своей жизни, как говорится, чтобы человек был творцом своей жизни. Спасибо. То же самое, да, я учу ребят, чтобы они были творцами своей жизни и нашим будущим. Спасибо всем большое, что все пришли. Я думаю, что наши школы соединяются, будут дружить. Обязательно. И мы вместе поможем человечеству. Для этого нужно заходить в нашу школу «Человек будущего Homo Futurus» на канале, на нашем канале YouTube подписаться надо и смотреть наши ролики. У нас бесплатные ликбезы, у нас ролики, у нас платные вебинары, у нас там книги, у нас там все есть. А мы к вам зайдем и будем дружить. Конечно. И в телеграмм заходите, подписывайтесь. Друзья, я вас сердечно, подружески обнимаю. Юля, спасибо вам за организацию встречи. Копите вопросы, друзья. В следующий раз мы встретимся. Чем больше вопросов, тем больше будет ответов. До встречи. До свидания всем. Всем доброй ночи. Спасибо, до свидания.